Да детальнее тему наступления в Харьковской области, ну и не только. Обсудим с нашим гостем Денис Попович, военный обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Денис, приветствуем вас. Добрый день. Денис, вот это сообщение от третьей штурмовой Харьковской области, это, если я не ошибаюсь, участок где-то в районе Сватовского направления. Что, по вашим наблюдениям, что это означает? Нейтрализация угрозы от противника на самом критическом участке фронта или, возможно, нечто большее, возможно, переход к некой контратаке, от контратаки до уже полноценного контрнаступления? Что это, по вашим оценкам? Ну, я бы не спешил с оценками относительно контрнаступления. Там, в принципе, представители третья, отдельно штурмовой бригады, в принципе, все достаточно исчерпывающе рассказали. Это был удар направлен на то, чтобы снизить потенциал 20-й армии Российской Федерации, которая наступала на этом участке фронта, и замедлить их наступательные попытки. Поэтому говорить о каком-то масштабном контрнаступлении, хотя это тоже не исключено. Но на данный момент я бы пока не торопился. Третья штурмовая сообщает, что 300 человек личного состава, ну и в том числе там командные пункты и определенное количество техник. Какой характер сейчас боевых столкновений на Харьковском, на этом направлении, в Харьковской области? Ну, ведь по наблюдениям многих обозревателей, достаточно редко сейчас Россия использует бронетехнику. Почему тогда такие потери во время этой атаки, потери в бронетехнике? То есть наступают в основном пешим порядком, потому что как бы дроны, и все это уничтожается. Это означает, что где-то на складах, на подъездах, на подходках, на подходах к линии фронта была эта техника уничтожена? Ну, от того, что не использовать, это не говорит о том, что это нет вообще. То есть она там есть, просто ее использование сейчас ограничено, ну вследствие тех причин, которые вы назвали. Это масштабное использование дронов, из-за которых сейчас бронетехника достаточно уязвима. Ну, вообще в глобальном смысле, очевидно, эта война приведет к переоспусливанию роли бронированной техники. Возможно, будут какие-то усовершенствования. Однако, отвечая на ваш вопрос, но она у них была, и, очевидно, просто в момент этого контрнаступления, третьей отдельной штурмовой бригады, она была захвачена в качестве трофея. Хотя противник ее не использовал или использовал ограниченно, полагаясь в большей степени на живую силу, как, в принципе, это и происходит на многих участках бронтов. Если я не ошибаюсь, Дмитрий Снегирев отметил, что помимо сообщений о том, что россияне используют для попыток отразить наступление вооруженных сил Украины в Курской области резервы, и вот с критических направлений фронта все-таки не перетягивает. Но вот по информации Снегирева, из Кураховского направления, Покровское направление, Часовьяр, наиболее боеспособные подразделения все-таки были переброшены в Курскую область. Возможно ли это, по вашим наблюдениям, может ли так статься, что все-таки благодаря наступлению в Курской области, благодаря нашей операции в Курской области, все-таки некоторые участки фронта, в том числе и Горячие, Покровское, вот о котором мы сейчас говорим, все-таки неким образом будут, так сказать, задействованы в посылке подкреплений резервов все-таки в Курской области? — Ну, в первую очередь будет задействована как раз Харьковское направление. Не то, о котором мы с вами говорили, где оперировала третья отдельная штурмовая бригада. Это как раз север Харьковской области, которая подвергся наступлению. Да, 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 да. Именно там, очевидно, это будет влияние. Главное, поскольку географически они все-таки ближе к событиям, которые происходят в Курской области. Говорю еще раз и буду повторять, и об этом сейчас, в общем-то, все свидетельствует, что Покровское направление, Донецкий участок, будет последним направлением, где мы можем увидеть конкретное влияние Курского наступления на события на фронте. Враг оттуда будет перебрасывать подкрепление, существенное подкрепление, в самую последнюю очередь. Что вы можете сказать по Волчанску? Если вот сейчас появилась информация, что, помните, как-то мы в эфире говорили, обсуждали, это тот самый агрегатный завод, что вот сейчас появилась информация, что до сих пор штурмовики российские остаются заблокированными на агрегатном заводе. Если все-таки резервы берут именно с этого направления, с направления Волчанского, можно ли говорить о том, что наступление дальнейшего не предвидится, и есть как раз хорошая возможность у силы обороны Украины выдавить, как говорит Владимир Заленский, из Харьковской области оккупантов? Я думаю, что если есть возможность, то как раз она сейчас и нарисовывается. Можно утверждать. Я вообще считаю, что после Курска, вообще это наступление было достаточно таким импровизированным, оно началось раньше заявленных сроков, оно не ставило задачу захвата Харькова, оно там ставило достаточно тактические задачи, связанные с тем, чтобы придвинуться ближе к Харькову, взять его под обстрел, захватить Волчанский, и в дальнейшем угрожать украинской группировке под Купольском. Эти задачи они не выполнили еще на стадии до Курского наступления украинской армии. А сейчас, когда это Курское наступление происходит, я вообще считаю, что наступление на севере Харькова не имеет ни малейшего смысла. Нулевой смысл. Раньше только сохранить карьеру генералу Афина, на которого можно возложить всю ответственность за прорывы вооруженных сил Украины в Курскую область. Поэтому, как мне кажется, сейчас наилучшее время для того, чтобы пытаться выдавить, постепенно, как бы, понятное дело, что можно уберечь людей, однако все-таки попытаться выдавить противника с севера Харьковской области. Я не хочу говорить громких слов, употреблять там выражение «провалилось», «закончилось», значит, потерпело неудачу, но то, что Харьковское наступление сейчас потеряло свой смысл, наступление Харьковской области со стороны вооруженных сил Российской Федерации, это совершенно то, что... Продолжим эту тему. Цитата одного из боевых командиров. «Российские оккупанты продолжают давить на Волчанск в Харьковской области для дальнейшей его оккупации и создания плацдарма для будущих наступательных операций в тыл группировки, которая удерживает отрезок фронта Укупинска». А вот об этом как раз заявил командир батальона ударных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. По его словам, вооруженные силы Украины успешно сдерживают наступление России, уничтожая не только технику противника, но и штурмовую пехоту с помощью объединенного огневого воздействия. При этом интенсивность применения российской авиации снизилась. Давайте услышим цитату и продолжим. «Развитие технологий позволяет силам обороны повысить эффективность борьбы с системами рэп-противника, противовоздушными средствами и разведчиками типа «Крыло». Последний противник модернизировал, имеет в большом количестве и благодаря им осуществляет корректировку огня авиации и артиллерии. Юрий Федоренко – командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Мой вопрос касается не столько боевых дронов, о чем говорим едва ли не в каждом эфире, что все-таки тут гонка на опережение, и с той и с другой стороны этого хватает. А вот по поводу интенсивности применения российской боевой авиации, которая снизилась, по словам Юрия Федоренко, как вы считаете, возможно ли влияние на это снижение интенсивности как раз и удары украинскими дронами по аэродромам россиян в ближнем, так сказать, зарубежье? И если предположить, каковы действия будут россиян, если они уже, так сказать, уразумеют, что буквально каждый аэродром, который находится в более-менее близи украинских границ, будет едва ли не ежедневно под огнем дронов? Однозначно да. То есть это абсолютно прямая зависимость. Масштабирование ударов по аэродромам практической авиации могло, должно и приведет, и уже приводит к тому, что интенсивность ударов российской авиации по нашим позициям снижается. Какие могут быть их дальнейшие действия, когда они это поймут? Надо признать, что скорее всего они тоже поняли. То есть они раньше оттягивали свои аэродромы, предполагая, что мы можем получить разрешение на использование токамцев по полному радиусу действия, то есть до 300 километров. Некоторые аэродромы не передвинули мне этого радиуса действия. Однако наши дроны достаточно далеко. И бесконечно они не смогут переносить свои аэродромы в российскую территорию, потому что возникнут уже пределы насягаемости аэродромы практической авиации. Они тоже имеют определенные пределы, которые не безграничны. Их нужно нагрузить бомбами, их нужно заправить топливом. Чем больше боевая загрузка, тем больше расход топлива для самолета-стратической авиации. Значит, нужно использовать аэродромы подскока, если оттягивать эти аэродромы вглубь территории РФ. А аэродромы подскока они сокращают, вернее увеличивают подлетное время. То есть там масса, одно цепляется за другим. Поэтому ближайшие для них возможности, очевидно, усиливать систему ПВО на важных для себя аэродромах. А это тоже бесконечно делать нельзя, потому что с системой ПВО у Российской Федерации большие сложности. И дело в том, что мы должны носить удар не только по аэродромам. Мы бьем по нефтебазам. Вон пролетарство уже нефтебаза, потому что скоро неделю потушить ее не могут, и огонь уже распространяется на жилую застройку. Мы бьем по НПЗ, по нефтеперерабатывающим предприятиям. Мы бьем по другим целям военного характера. В частности, давайте мы отметим буквально в ночь на вчера удар по пазе хранения боеприпасов в Роднической области. И на все это нужно выделять отдельные средства ПВО, которых не хватает в Российской Федерации. Поэтому то, что мы масштабируем такие удары по аэродромам, это очень хорошо. То есть мы создаем кучу проблем. И в ближайшее время это то, что сократилось уже количество вылетов российской технической авиации по нашим позициям. Как раз вот на тему российской ПВО мы говорили сегодня с нашими гостями-экспертами. В контексте «Поляныцы» сейчас это слово в прямом и переносном смысле у всех на устах. Очень много тайн, недомолвок по поводу этого нашего нового вида вооружения, ракеты-дрона. В том смысле, что сейчас это будет не только далеко, но и гораздо быстрее. Что вы можете сказать по поводу «Поляныцы» и, ну вот, в принципе, ваше мнение по поводу этого нашего нового вида оружия? Ну то, что известно о нем по открытым источникам. Буквально сегодня была опубликована карта такая, видеоролик был, где аэродром Саваслеево находится в зоне досягаемости. Если я не ошибаюсь, это порядка 600 километров от границы Украины. То есть можно судить примерно о дальности этого дрона. Почему ракета-дрон? Потому что, почему именно так он называется? То есть он как дрон запускается с... Мы видели видео, которое вчера распространялось. Он как дрон запускается с взлетно-посадочной полосы, используя такую вот тележку, да, как средство для запуска. И это, в общем-то, характеризует его как дрон. В дальнейшем он как бы приобретает некоторые свойства крылатой ракеты, поскольку имеет реактивный двигатель, очевидно, он способен маневрировать. Хотя, с другой стороны, он, конечно, уступает по своей скорости крылатой ракете. И, по всей видимости, его боевая часть не такая мощная. То есть крылатая ракета может быть 350-500 килограммов боевая часть. Здесь, судя по открытым источникам, гораздо меньше. До 100 килограммов. Опять же, если ориентироваться к открытым источникам, то скорость движения этого дрона составляет более 400 километров в час. Что, в общем-то, быстрее, чем обычный дрон, да, который мы знаем, на моторах, которые, значит, заправляются, ну, типа шахедов, да, то есть для тех дронов, которые мы используем для ударов по территории Российской Федерации, то есть это реактивный двигатель, он позволяет развивать большую скорость, и из-за этого российское ПО будет сложнее его уничтожать. Поэтому это, скажем, такая удешевленная версия, поскольку крылатая ракета запускается с какой-то платформы, либо наземной, либо воздушной, либо мроской. Там пришлось бы придумывать еще пусковую установку, пусковую платформу. Вот здесь после этого обошлись, придали свойства дронов и, значит, создали вот такое вот достаточно дешевое, относительно дальнобойное и разрушительное оружие, которое, безусловно, найдет свое место в применении, в том числе и парадромом, на котором базируется авиация Российской Федерации. Спасибо, Денис, всегда рады вас видеть. Спасибо за ваши комментарии. Денис Попович, военный обозреватель, был на связи с нашей студией.